Всем привет, мои хорошие! Краткий экскурс в то, какой была орхидея, которую вы сегодня увидите. Напоминаю, эту орхидею мне прислали в посылке для того, чтобы я попыталась ее спасти. Хозяйка этой орхидеи, которая живет в Красноярске, Тамара, она уже не знала, что делать с этими растениями. Незначительная ответная реакция растения на реанимацию уже появилась. Вот он, сейчас вы видите корешок, который появился у хозяйки этой орхидеи. Но как-то вот все настолько медленно, в режиме отказа. Орхидея не хотела восстанавливаться никак. Орхидея стояла, вот сейчас вы видите, листиками вниз. Здесь видно, что орхидея была в воде, потому что соли с воды, вот они находятся на листочках этой орхидеи. Достала из посылки, доехала она, в принципе, неплохо. Это было летнее время, орхидеи не переперели, самое главное, не замерзли. Ну и вид сверху. Небольшой листочек и вот, как я вам показала, один корешок. Вот так выглядела орхидея. У этой орхидеи не был потерян тургор листиков, лишь только из-за того, что листья находились в воде. И ростовые процессы новые на этой орхидее появились, конечно, благодаря нахождению этой орхидеи в водичке, где устицы, располагаемые на тыльной стороне листа, вот здесь под листиком, внизу каждого листика, с другой стороны, то есть вот здесь. Там располагаются устицы, которые хорошо способны поглощать ту воду, которая поступает через них. Этой орхидеи была предложена следующая посадка. Транспортировочный горшочек, в котором, как правило, мы покупаем орхидеи, но я сделала дополнительное отверстие в стеночках горшка до среднего уровня, для того, чтобы мне сделать хорошо проветриваемое содержание растения в нижнем уровне посадки. Мелкий керамзит, чуть покрупнее керамзит, кокосовое волокно, как аэрируемый слой, и на кокосовое волокно крупная кора. Вот так. Разместила орхидеи, предварительно убрала те корешочки, которые мне не очень нравились, обработала стволик фитоловином и разместила растения в посадку. Засыпала крупную кору, сейчас я вам все покажу, стволик орхидеи, вот как вы видите, смотрите, важно, стволик орхидеи я не поднимала в верхний уровень, как бы делала посадку и расположение ствола не над поверхностью, а именно вот здесь у меня располагается стволик орхидеи, для того, чтобы стимулировать появление новых корешков в уровне зеленой части стволика. Для этой орхидеи так можно было поступить, потому что стволик не вызывал у меня опасения. Инфицирование ствола в этом уровне мной не было замечено. Вот если есть больной ствол у орхидеи, то, конечно же, нужно делать выше посадку, для того, чтобы инфекция при влажном содержании не начала разрастаться. И, конечно же, видимые инфекции нужно обязательно лечить на орхидеях. Состав грунта для этой орхидеи следующий. Кора средней и крупной фракции. Кокосовые чипсы совсем чуть-чуть, вот они видны. Кокосовые чипсы не волокно, именно чипсы. Чипсы предварительно подготавливаю всегда, промываю в пяти водах, оставляю на ночь, потом воду сливаю и еще разочек промываю. Сохнут они у нее в естественных условиях. Почему так готовлю чипсы, рассказывала на канале, но кто не помнит или не знает обо эту информацию, напоминаю, кокосовые чипсы в жарких странах ввиду отсутствия большого пресной воды промывают, изготавливают, промывают их в морской воде. Соли морской воды, конечно же, они пропитывают вот эти кокосовые чипсы, и потом они при добавлении беспредварительной подготовки могут пагубно повлиять на корневую систему, поэтому я всегда их мою. Рваный мох. У нас здесь циафлорка. Прямо вот все видно по составляющим, что я добавила в миксовку для посадки этой орхидеи. Очень хороший, вкусный состав, содержащий большое количество влагоемких компонентов, для того, чтобы стимулировать корневую к росту. Вот так я разместила орхидею и просто добавила в уровень существующих корешков, маленьких, слабеньких, миксовку из влагоемких компонентов. Далее необходимо позаботиться о вертикальном расположении листиков, для того, чтобы все переломанные продольные волокна, которые располагаются на листиках, чтобы они имели возможность хорошо продвигать поливочную воду. Вот так. И горшок с орхидеей в посадке поставила во второй горшочек без отверстий. Вот так. Такое низкое расположение орхидеи относительно стенок внешнего горшка. Вот они, видите, как они высоко располагаются над орхидеей, вот стеночки. Вот это вот пространство в этом горшочке, оно будет хорошо завоздушено, но при этом воздух будет влажный за счет того, что водичка в нижнем уровне внешнего горшка будет всегда находиться. То есть испарения будут подниматься, листики будут чувствовать испарение, влажный воздух. Грунт будет увлажняться с определенной периодичностью для того, чтобы содержать орхидею в необходимой влажности, для того, чтобы не потерять торгор листочков. И потом на всю эту конструкцию полученную я одела перфорированный пакет на два дня, для того, чтобы сделать аккуратное вхождение растения в эту посадку без потери торгора листиков, чтобы листья не стали вялыми. Ну и пойдемте посмотрим, как эта орхидея выглядит спустя год и три месяца после длительного восстановления. С момента восстановления эта орхидея у меня растет всегда на этом стеллаже. Это второй уровень полукруглого моего стеллажа. Вот сейчас вы ее видите, эту орхидею поближе обязательно рассмотрим. Но важно отметить, что для этой орхидеи было предложено именно то, что необходимо растениям, которые находятся вот в таком состоянии. Реанимация должна проходить в всегда теплом режиме содержания. Никаких больших перепадов температур не должно быть для того, чтобы корневая система росла хорошо, чтобы инфекция, которая когда-то съела корни и частично ствол орхидеи, не начала заново съедать эту орхидею. И, конечно же, необходима обязательно подсветка. Растения, которые находятся на восстановлении, нужно подсвечивать. Тогда у них происходит хороший фотосинтез в листиках, в корешках, и растения очень быстро восстанавливаются. Если есть инфицирование ствола, нужно позаботиться о лечении орхидеи, для того, чтобы инфекция не мешала ростовым процессам. Как правило, если инфекция находится на растении, растение слабо восстанавливается. Очень медленно, либо не восстанавливается совсем. Достаю орхидейку отсюда и показываю вам. Лампа, посмотрите, располагается на расстоянии 5-10 сантиметров от листьев орхидей. От корней где-то сантиметров 20 располагается лампа. Лампа 18-ти ватка. Характеристика этой лампы для замены основного освещения. И вот такова она сейчас. По корням пройдемся обязательно. Практически все листья, которые были на растении, с которыми мне эта орхидея присылалась, орхидея сбрасывает. Это нормальная ситуация, потому что эти листочки, конечно же, были видоизменены. Они длительное время у хозяйки находились в воде. И затем эти листья, конечно же, после размещения мной, эту орхидею, в посадку, они где-то немножко теряли тургор. То есть вот были процессы, которые приводили нижние листья к изменениям, которые наступают после потери корневой системы. Ну и вот как бы так. Вот эта, вот эта верхняя часть, начиная отсюда, это, конечно, доморощенная. Год и три месяца с небольшим, эта орхидея восстанавливается. У нее была проблема. Что еще я меняла в течение этого времени? Наблюдая за этой орхидеей, мне необходимо было прикрыть немножко появляющийся верхний уровень корней все-таки каким-то грунтом для того, чтобы корни, вновь появившиеся, хорошо врастали в посадку. Я что сделала? Я взяла кокосовое волокно и устелила его на поверхность посадки. Далее, эта орхидея, скидывая нижние видоизмененные листочки, она показала мне не очень хороший процесс на стволике. И эту орхидею я единожды пролечила топсин эмом. У меня жидкая форма, эмульсия топсин эмома. Я беру кисточку и прям неразбавленным составом промазываю все то, что мне не нравится в уровне ствола. При этом снимала листочки, которые пропадали, снимала каркас высохших листочков и покрывала топсин эмом. Ну и потом уже верхний уровень я немножко зеленкой прикрыла. Вот так я действую, когда я вижу, что растение в очередной раз нужно чем-то помочь. И что сейчас происходит на этой орхидее? Эта орхидея наконец-то отблагодарила меня не только корнями и листьями, но и посмотрите. Я не знаю, как она зацветет. Мне Тамара не сказала, что это за орхидейка и каким образом она цвела у нее дома. Поэтому у нас с вами будет прекрасная возможность полюбоваться цветением восстановленной орхидейки. Вот я когда увидела, вы знаете, это максимальный уровень эмоций, которые можно испытать после того, как ты действительно переживаешь за растение. Эмоции у меня были. Я как видела, я орала, как бешеная. Ура! Ура! Сбегаются обычно на мое ура все мои родные люди, которые живут рядом со мной. Так, смотрите, что по корням у нас творится. Ну, вы же помнили, помните, да? Кстати, я ей горшочек поменяла. Поменяла горшочек, у нее был квадратный горшок. Я поставила орхидею вот в такой плотный горшок. Вот видите, да, квадратный убрала, потому что мне нужно было... Корни быстро пересыхали даже в этой влагоемкой посадке. И мне нужно было уменьшить обновление воздуха между стенками горшочка. Показываю корни. Это бомбезная история восстановления растений, восстановления орхидеи. И я вам могу сказать, что за год и три месяца это наэффективнейший результат. Корней было ноль. Сейчас вы видите, сколько корней в посадке у этой орхидеи. И, конечно же, такая орхидея с такой корневой системой, уже с новыми листочками, с верхним ярусом новых листьев, конечно же, она уже способна свести. Ну, на момент выходки цветоноса у нее, вот вы видите, да, какие корешочки. Новый растущий листочек. То есть совмещается два периода у этой орхидеи на сегодняшний момент. Это период вегетации и период цветения, начало роста цветоноса. Вот иногда у нее вот такие проявления бывают. Это, знаете, с чем связано? Все-таки поверхностный грунт за год с небольшим, он засаливается. Особенно часто это происходит именно с кокосовыми чипсами, которые располагаются на поверхности. Об этом я вам рассказывала. Но использовать кокосовые чипсы на поверхности дает высокоэффективные результаты. Почему? Потому что кокосовые чипсы имеют определенную влажность после полива. Они держат влажность нужное количество времени для того, чтобы все-таки сподвигнуть растения на появление новых корней. Хорошо увлажняется в том числе и воздух вокруг стволика растения. Вот такие я просто беру, отсекаю место отсечения корешка, закрываю зеленкой. Все. Сейчас орхидея полностью восстановилась и отрастила очень много корней. Не зря я вам показала, что было и что стало. Все методики восстановления растений, конечно же, вашему вниманию на моем канале, в тематических плейлистах. Проходите, смотрите. Информации снимается очень много. И результаты после восстановления растений большие. Все. Как только зацветет, обязательно покажу, что же это за незнакомка. Поселилась у меня эта орхидея. Ну, мне просто отдали ее, сказали, Ирин, восстановите. Отлично. Вот, потому что нет возможности у девушки выращивать орхидеи. Она очень часто уезжает в командировки. Она говорит, чтобы не мучить мне растения и самой не мучиться. Пожалуйста, заберите орхидейки у меня. Ну, две орхидеи мне она прислала. Вот такой результат. Ну, а у меня на сегодня все. Я желаю вам хороших результатов. Восстановление вами ваших растений, если таковые у вас имеются. Если не имеются, это же прекрасно. А если имеется, то это колоссальный опыт, который никогда не помешает. Здоровья вам, благополучия. Всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока. До новых встреч. Продолжение следует...